И для кого не секрет, что корейцы любят Старкрафт. Возведённые до уровня чуть ли не национальной религии, матчи по этой киберспортивной дисциплине транслируются даже на федеральных каналах и имеют очень неплохую аудиторию. Поэтому не было ничего удивительного в том, чтобы добавить в одну из своих игр корейского персонажа, который по лору был бы гиберспортсменом. Именно таким героем и стала Ханна Сон, но, как вы, наверное, знаете, героем Овервотча. По тамошнему сюжету на Корее напали очень большие омники с самообучаемым искусственным интеллектом, для борьбы с которыми было создано специальное подразделение пилотируемых экзоскелетов, или как их называют в игре, мекки. Однако управлять такой штуковиной может только задрот с бешеной реакцией, а в Корее таких почти всё молодое население. Единственный зафиксированный случай практического применения навыков киберспорта в реальной жизни – панчлайн. К сожалению, придуман не мной. В ходце Дива играет роль очень мобильного и постоянно атакующего танка, чья основная эффективность зависит от принимаемой ей формы. Эта самая форма напрямую отражена в пассивке персонажа. Пилотируемая мекка по умолчанию атакует всех в небольшой области перед собой, может стрелять на ходу и имеет набор базовых способностей, о которых будет сказано дальше. После уничтожения мекки Дива катапультируется и принимает форму пилота. В этом состоянии её автоатаки наносят чуть больше урона и применяются только по одной цели. Также пилот Дива по умолчанию лишена всех способностей и вынужден накопить мекку, атакуя противников, уменьшая таким образом необходимый кулдаун. Откатив способность Дива по нажатию клавиши, снова оказывается в своём роботе, который, как и в Overwatch, падает с неба. При этом также стоит заметить, что герой может использовать маунты только в форме пилота, в то время как мекка такой возможности лишена по понятным причинам. Способность на Q – ускорители. Дива ненадолго увеличивает скорость своей мекки, позволяя ей таким образом буквально вклиниваться в бой и одновременно с этим распихивать противников. Это прикосновение с роботом, где получают урон и немного отбрасываются в сторону. Также способность применяется для побега. Навык на W – защитная матрица. Дива активирует небольшого размера защитное поле, которое поглощает часть урона от любых вражеских автоатак и способностей. В отличие от Overwatch, матрица ставится только в одном направлении, которое после установки поменять уже будет нельзя. Зато сама мека может активно перемещаться. Важное замечание – матрица поглощает урон только от атаки вражеских героев. Против крипов, наёмников и боссов она абсолютно бесполезна. Умение на E – самоуничтожение. Фактически ульта из Overwatch, которая превратилась в первую и пока что уникальную базовую накопляемую способность. Заполняя шкалу этого навыка автоатаками, Дива может катапультироваться из меки, и та после короткой паузы взорвётся, нанося урон, сила которого зависит от близости к эпицентру взрыва. Способность можно, а иногда даже нужно, комбить с ускорителями. Правда, не особо полагайтесь на физику. В горизонтальном геймплее ХОДС она не всегда сможет вам помочь. Умение великолепно позволяет зонить нужный участок битвы, заставляя противников убегать от радиуса поражения на всех парах. Способность редко позволяет кого-то убить, если, конечно, вам в этом не помогают какие-либо союзные навыки контроля. Кроме этого, после использования самоуничтожения и последующей катапультации, пилот Дива может вызывать меку в любой момент. Однако в состоянии пилота следующее самоуничтожение копиться не будет. Также здесь стоит упомянуть, что у персонажа нет маны, и шкала под хелсбаром показывает именно заряд самоуничтожения. Первая героическая способность – попрыгушки. По факту является эмоцией из овервотча, которая здесь стала зонящим навыком контроля. Во время прыжков Дива создает небольшую замедляющую область, в которой противники получают урон. Сама же мека в этот момент получает неудержимость. Вторая героическая способность – мегазалп. В режиме пилота Дива получает возможность совершить усиленную атаку по линии своего пистолета. Навык очень быстро откатывается, позволяя герою становиться более свертоносной в этом состоянии. Кроме того, попадание по героям противника также откатывает кулдаун вызова меки. Пути развития Дивы лично для меня зависят от общего количества танков, что у союзников, что у врагов. Из-за того, что мека крайне хрупкая сама по себе, божественный автоподбор соло-танком против таких ребят, как Артас, Блейс или Дехака, просто не может не радовать и вызывает непредалимое желание качаться в защиту как можно сильнее. Если же вы по счастливому стечению обстоятельств оказались не единственным танком в своей команде, то можно частично усиливать таланты в режиме пилота, и на некоторых уровнях вы можете даже приобретать базовые способности для этого состояния. Основная модель поведения на поле боя очень сильно отличается от аналогичной в Овервотче, и фактически строится на грамотном и своевременном балансировании между режимом меки и режимом пилота. Потому что, как вы, наверное, знаете, в Овервотче, оставаясь без меки, ее накопление становится наивысшим приоритетом, а в Ходсе это сделано немного иначе. Будучи в своем экзоскелете, Дива очень мобильна, наносит своего рода зонящий урон и старается закрывать своих друзей матрицей. Успешно активировав самоуничтожение или же напротив безнадежно слив меку, режим пилота делает Диву еще более хрупкой и медленной, а смерть в этом состоянии уже окончательная. Также есть небольшой хинт, вызываемая с нуля мека всегда имеет фулл хп, и можно даже пользоваться просто как крайней мерой, вызывая ее в самый решающий ответственный момент, главное при этом в тайминг попадать. Будучи накапливаемой способностью, самоуничтожение вносит чуть ли не решающий вклад в текущем бою, и фактически его успех будет напрямую зависеть от успешности применения этой своеобразной микроульты. С обретением должного количества навыков вы научитесь и меку отправлять по физике, и даже пытаться кого-нибудь ей убивать. В основном советую беречь такое добро на какой-нибудь важный ивент, особенно на заключительный этап битвы за него, все-таки этот козырь очень существенный. Любители осады могу расстроить, взрыв самоуничтожением наносит крайне несущественный урон строением, так что слив меки по кд в башне или форты вообще не рекомендуется. И исходя из того, что заряд самоуничтожения видите не только вы, но и ваши враги, вероятнее всего вы будете становиться жертвой вражеского фокуса, для того чтобы не давать вам накопить такую смертоносную способность. Выбор ульты напрямую зависит от предпочтительного вектора развития. Если таковым были таланты на меку, то попрыгушки позволят вам неплохо контролить большие группы врагов, при условии, что ваши союзники будут на подхвате. Если же вы в своей игре больше полагаетесь на режим пилота, то мегазалп в комплекте с другими способностями вдали от меки, станут для вас очень хорошим вспомогательным атакующим фактором. Особенно если учесть, что вы всегда сможете спрятаться в экзоскелет, вызовав его в крайней ситуации. Надеюсь, что данное видео помогло вам разобраться в этой не совсем простой, но крайне интересной механике персонажа, поэтому я благодарю вас за просмотр. С вами был Мудрый Ёж. Живите долго и процветайте. Попрыгушки, тут-с-тут-с. Куда ты ее пнул, урод? Да, он, не ебить, отстрелялся. Я думала, он не умеет ее пить. Миссия выполнена. Я же говорю, костюм счастливый. Мне в Эверо чьей-то у скина не хватает.